Всех приветствую, дорогие зрители канала Герчу Кирко. С вами Виктория Осипчук. Тема данного видео будет про уровни, а именно про глобальные и локальные уровни. Я объясню в этом видео, что такое локальные уровни, что такое глобальные уровни и вообще зачем они нужны и как их применять в торговле. Начнем с глобальных уровней. Глобальные уровни это те, которые рисуются на старших таймфреймах, начиная от дневного графика. То есть дневка, неделька, месяц и так далее. То есть это те уровни, которые отмечаются при более глобальной общей картине рынка. Локальные уровни, они же рисуются внутри дня. То есть что значит внутри дня? Это те таймфреймы, которые меньше дневного графика. Это начиная от 4-х часового и далее часовик. Там кто-то работает 2 часа, час, по-разному. 30 минут, 15 минут, это локальные уровни. Зачем нам нужны все-таки? Конечно же трейдеры, которые технически торгуют, смотрят в основном технику, конечно же они на вооружение берут глобальные уровни. И это правильно. То есть в первую очередь трейдер смотрит дневной график, он проводит общий анализ, общую картину рынка. Он смотрит настроение, он смотрит тренд. Он смотрит, что происходит на дневном графике, исходя от дневных уровней. И уже тогда он определяет, где можно зайти и имеет ли смысл вообще заходить от локальных уровней. Локальные уровни работают тогда, когда на дневном графике инструмент уже идет в направлении тренда. В основном это работа по тренду. Здесь у меня в файле описано, что локальные уровни работают по тренду и локальные уровни работают от границ канала. Условия на дневном графике какие? Это должна быть зона. Что значит зона? То есть, когда инструмент выходит, например, в зону из какого-то канала, он вышел в зону в лонговую и он торгуется в лонговой зоне. У него есть запас хода, здесь зона пустая, допустим. Все, инструмент торгуется по восходящему тренду. Но так как мы отошли очень далеко от глобального уровня, дневного, например, от уровня излома, мы пробили уровень, то здесь нам помогают локальные уровни. Мы смотрим, опять же, общая картина рынка. Если у нас тренд восходящий, если у нас было накопление, выход из накопления, инструмент вышел из канала, то мы подключаем локальный уровень где-то здесь в середине. Их, возможно, нет на дневном графике, но, например, на часовике, либо на четырехчасовике мы можем этот уровень выделить, опять же, если он имеет место быть, если он также имеет силу. Что значит иметь силу? Самые сильные уровни, давайте вернемся сейчас к началу, да, вообще, в принципе, теории в трейдинге, это уровни. Уровни самые сильные, это изломы. Начинается все с основы, это изломы и так далее. То есть здесь, конечно же, локальные уровни также выделяем изломы, да, где инструмент, точнее, где игрок закончил свое движение, будто продавец, будто покупатель. Вот данные изломы, они нам важны. Поэтому, когда мы видим, что дневка находится в хорошей зоне, мы понимаем, что мы от дневного графика уже зайти не можем, да, может быть, не успели, да, или инструмент на волатильности очень далеко ушел, то здесь нам, конечно же, помогают локальные уровни. Я сейчас наглядно покажу на графике, как это все выглядит. Буду брать валютные пары. Например, вот новозеландский доллар, да, новозеландский доллар, это дневной график. Здесь мы выделяем глобальный уровень, да, глобальный уровень излома, 0.65, 132, вот он, почему этот уровень, потому что это окончательный бар, где были остановлены покупки. Это уровень излома очень сильный. Далее, здесь у нас были очень такие, значительные были продажи остановлены. Это также уровень излома от продавца. Уровень глобальный дневной. 0.62, 305, да, и вот у нас образовался канал. То есть сейчас, если смотреть новозеландский доллар, торгуется в такой широкой консолидации, в широком канале. Какая общая картина рынка? Общая картина рынка лонговая, да, то есть инструмент очень долго-долго-долго шел в лонг, остановился и зашел в канал. Что это значит? Здесь преимущественно нужно торговать, конечно же, в сторону лонгов, да, что здесь, да, внутри дня в канале, да, допустим, что от границ. То есть здесь преимущество, конечно же, ложится на покупателя. Поэтому, если мы, например, смотрим, да, давайте выделим уровни еще более такие внутренние, которые имеют место быть, но эти уровни, они глобальны. Все уровни, выделенные на дневке, они являются глобальными. Вот, например, уровень 0.64.110. Мы, например, видим, что здесь есть поджатие, да, на пробой. У нас есть уровень излома, есть поджатие. Мы, опять же, с чего все началось, да, все началось сложного пробоя двумя барами, бычьих поглощений. Мы понимаем, что здесь у нас накопление, тренд внутренний, да, внутри канала, и он имеет отношение еще к общему, к тренду лонговому. То есть здесь более такой сильный сигнал, и мы понимаем, что тут будет импульс на пробой. Но, например, да, мы не успеваем, если зайти в этот импульс, мы не успеваем зайти от этого уровня, мы можем подключать, что, часовик, либо четырехчасовик. И вот здесь как раз-таки на помощь нам приходят локальные уровни. Например, локальный уровень в часовике, да, излом, опять же, вот он, излом. Либо мы можем взять данный излом, этот, смотря какой сценарий вы торгуете. От этого уровня вы можете торговать ближний ретест. Что такое ближний ретест? Это когда меньше десяти баров проходит, и опять идет ретест уровня, да. То есть здесь классический ближний ретест плюс еще поджатие, да, если мы будем рисовать вот такой вот сценарий, то здесь получается поджатие, закрытие выше, все, инструмент отработал. Это локальный уровень, его нету, посмотрите, его нету на дневном графике, да. Здесь как бы, если его рисовать, то его нужно рисовать выше. Но зато он у нас есть на часовике, причем достаточно такой хороший уровень. Вот. И вот такие уровни локальные, они в основном работают, опять же, да, давайте вернемся к моему файлу. Локальные уровни работают по тренду. То есть есть тренд, да, вот видите, вот он тренд, и мы как бы на откатах, изломы это откаты. Здесь закончились покупки, пошел откат. Дальше, если мы видим инструмент опять тестит уровень, значит у нас тренд продолжается. Глобально у нас зона хорошая, да, общая картина рынка у нас лонговая, запас хода есть за счет накопления, поэтому здесь в принципе все хорошо. Здесь как раз таки локальные уровни имеют место быть. Далее, давайте посмотрим евро-доллар. Евро-доллар, здесь ситуация следующая. Если смотреть вот сейчас ситуацию, да, инструмент торгуется в канале. В принципе, что не очень хорошо, да, потому что здесь зона уже волатильная, если смотреть внутри дня. Вот границы, границы, если смотреть, давайте, наверное, уберем этот уровень. Вот у нас уровень излома раз, да, такой сильный, глобальный. Вот у нас уровень излома два, сильный, глобальный на дневном графике. Как-то смотрится все на часовике. Опять же, да, тут у нас картина общая, она лонговая, да, у нас тренд восходящий, и он пока не сломлен. Поэтому часовик нам подсказывает, да, если он дает нам точку, конечно же, входа от локального уровня. У меня здесь также в файле написано, локальные уровни работают по тренде, и локальные уровни работают от границ канала. Что мы видим по евро-доллару? По евро-доллару у нас есть канал. Вот у нас граница первая, да, вот у нас граница первая, граница вторая, да. Вот смотрите, мы сейчас выделили уровень. Он как бы здесь вроде как есть, этот уровень, вот он бар, это первичный откат, уровень первичного отката. Но глобально, на самом деле, он как бы не особо такой сильный в плане, если смотреть с изломами, да, все-таки изломы, они у нас более сильный уровень. На часовике этот уровень имеет место быть, да, здесь остановились сильные движения, поэтому мы его уделяем. И что мы можем с этим уровнем локальным делать? Мы от него, конечно же, можем только покупать. Почему? Потому что пока тренд на дневке не сломлен, мы не можем инструмент продавать. Поэтому с этого уровня желательно, да, покупать, да, там ложный пробой. Здесь у нас был сложный ложный пробой, но здесь чересчур была, конечно же, повышенная волатильность. Поэтому локальные уровни, да, вернемся к файлу, они работают. Когда, опять же, когда у нас общая картина хорошая, когда у нас есть запас хода. Опять же, здесь запас хода за счет чего? За счет, за счет вот был у нас продажный бар, пошли на выкуп, то есть за счет продавца, да. У нас просто движение в канале, то есть это называется обнуление ТАР. То есть ходили, продали, то есть здесь купили, здесь продали, здесь купили, здесь продали. То есть когда у нас канал, здесь вообще идет обнуление. То есть раз движение, два движения, все, здесь уже обнуление. Пошли за счет покупателя. Поэтому, когда дневка нам подсказывает, что да, действительно, мы можем здесь зайти, но дневка пока не позволяет. Например, нам нужен данный излом. Кстати, вот евро-доллар сейчас очень норовит пробить уровень, да, и на самом деле, если сейчас торговать пробой, то мы будем торговать не локальный уровень, а дневной глобальный уровень. Нам уже вот эти уровни внутренние, они уже нам не интересны, они уже отработали свое. Так, давайте еще доллар-канадец посмотрим. Доллар-канадец, ситуация похожа. У нас глобально нисходящая картина, да, нисходящий тренд. Вот у нас глобальный излом. Но мы где-то вот тут торгуемся, где-то тут, где-то тут, да, нам в принципе непонятно. Нам до глобальных уровней еще далеко, то есть нам непонятно, когда мы сюда придем. Поэтому мы подключаем, например, часовик. Если нам дают точку входа, если нам дают точку входа, то мы, в принципе, можем зайти от локального уровня. Например, вот, да, граница канала. Опять же, вот она первая граница, излом. И от этого уровня что мы делаем? Продаем. Мы всегда работаем по тренду. Если вы используете локальный уровень, желательно их, конечно, использовать по тренду. Ложный пробой, да. Вот у нас был один раз сложный пробой, и вот они и пошли отработки. Правда, здесь далекие закрытия. Но, опять же, да, то есть если смотреть технически, то здесь, в принципе, правильно заходить. И локальный уровень 1.3445, в принципе, можно использовать. Пока мы сюда придем. Когда мы уже сюда придем и будем уровень пробивать, то это мы уже будем торговать дневной глобальный уровень. Фунт-доллар. Фунт-доллар похожая ситуация, да. Вот у нас глобальный уровень излома 1, глобальный уровень излома 2. Что по отношению к этому излому произошло, да. Ложный пробой двумя барами, да, вычип поглошения. Все, инструмент зашел куда? Инструмент зашел в восходящий тренд. Вот у нас глобальный уровень дневной еще один излома. Здесь у нас было поджатие и пошел импульс на пробой. То есть все, пошел пробой. И мы вот здесь где-то сейчас торгуемся. Где мы можем зайти, да, если у нас на дневке, в принципе, уровня здесь особо нету, да, глобального. Мы на часовике. Хотя, если смотреть по дневке, то можно выделить вот такой вот уровень, вот такой вот он глобальный. И от него торговать. Но опять же, мы же здесь пролетаем, да, дневка нам не особо внятно что-то показывает. А на часовике, заметьте, на часовике локально очень красиво. Вот у нас излом, вот у нас ближний ретест, да. Давайте 4-х часовик включим, так лучше. Да, ближний ретест плюс поджатие. Вот локальный уровень и отработка. То есть именно локального уровня внутри дня на 4-х часовике мы можем вот здесь вот зайти. На часовике, например, мы можем на импульсе, на закрытии вот бара заходить в лонг. То есть вот так вот локальный уровень. Опять же, почему мы здесь можем зайти в лонг? Это работа по тренду. Вот у нас тренд восходящий. Дневка у нас также в тренде. Запас хода у нас есть за счет кого? За счет продавца, потому что инструмент здесь падал, сейчас идет в рост. И за счет накопления. В принципе, да, в принципе все. Вот, в принципе, вот такая тема. Локальные и глобальные уровни. Локальные уровни торговать можно, но очень внимательно. Не рекомендуется все-таки торговать. Давайте посмотрим еще раз евро-доллар. Здесь потому что запиленность жуткая в канале. Все-таки не рекомендуется торговать евро-до... Точнее, локальные уровни, когда вы увидите вот такую вот волатильность. Вот такую, видите, паранормальный бар. Здесь, на самом деле, очень тяжело вычерчивать. Мы можем, конечно, воздействительно чертить уровень. Да, вот у нас консолидация, широкие каналы, выплеск. Все равно очень тяжелая зона. Если уж и торговать внутри дня, но при такой волатильности, воздействительно не чертить уровень именно внутри канала дневного. Потому что каналы дневные, они бывают разные. Бывают вот такие вот, где волатильность зараженная. И невозможно где-то что-то поставить, какую-то сделку, да, поставить адекватный стоп. Бывают каналы более-менее адекватные. Ну, например, как по доллару канадцу, видите. То есть вы сравните евро-доллар, да, как все это происходит, какая волатильность идет и какой доллар канадец. Здесь более-менее, ну, хотя здесь уже, когда мы прошли движение, здесь уже, да, волатильность пошла, здесь тоже. Но потом пошло затухание, видите, более-менее. Вот здесь уже можно было торговать локальные уровни, вот, например. Вот здесь вот можно было заходить, да, на, именно на пробои. именно по тренду. Так, все. В принципе, все, что я хотела рассказать. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если никто еще не подписан, и также оставляйте комментарии, какие бы вам темы были интересны. Всем успешного обучения, всем пока!